Всем привет! Это новый выпуск лаборатории нехудожников и мы уже почти сбились со счета Кокоен по очередности. Но с вами все так же Евгений Кутергин, Тимошенко и Елена. Как тебе выставка Евгения Стрелкова, экс-гибриды. Которая проходит сейчас у нас в музее на Воеводе на 5. Очень интересная, меня заинтересовал как раз формат книги художника. Да, согласна, очень обычная, но нужно сказать, это в принципе довольно распространенное явление. Да, в том числе и у нас в городе. Сам Стрелков тоже не раз выставлялся у нас в городе и здесь сейчас это большая персональная выставка, где можно увидеть не только типичные книги художника, но и даже книга в виде домино и какие-то другие формы. И, собственно, из этого и появилась идея нашего сегодняшнего выпуска. Да, попробовать сделать книгу художника самим. А если мы не художники, то у нас получится книга не художника. Или не книга? Не книга, не художника. Но герой нашего выпуска сегодня все-таки не Стрелков, а другой художник, который ближе к нам по наивной тематике. Да, так на грани наивного, современного всего-всего, самого необычного. И книга художника, и одна из его... Одна из его, да, сфер деятельности. Он и фотограф, и уличный художник, и поэт. И музыкант немного. Да, все сразу человек, оркестр, человек-скомарох, старик Букашкин. Мне кажется, Букашкин такая яркая фигура. О нем все слышали и могут хоть что-нибудь рассказать. И ты знаешь о нем, и я. Мы делали выставку его работ в музее. И было бы интереснее скорее услышать кого-то из тех людей, с кем он работал. А у нас тут, может быть, в музее даже есть кто-нибудь, кто был очевидцем? Да, у нас есть гость нашего сегодняшнего выпуска. Это Аркадий Кленов. Аркадий. Причем, насколько я знаю, Аркадий же сам тоже делал книги. Да, он сам автор нескольких книг художника. Наш специалист отдела учета и хранения Аркадий Кленов. Что скажу, мне посчастливилось быть участником команды старика Букашкина, общества картинник. Летом 2000 года я закончил 9 класс. Самое чудесное мое лето было, все впереди, все новое, все в первый раз как будто. И я пришел к старику Букашкину. Я его увидел впервые живьем в музее молодежи. Был самый замечательный, наш тоже замечательный, но тогда именно для той эпохи 90-х очень живой музей, музей молодежи. И мы были этой молодежью. Туда старик Букашкин пришел презентовать свою очередную антиалкогольную книжку и устроил там представление, презентацию. Вот. И потом пришел я в его команду. Летом расписывали трансформаторную будку во дворах. Сам старик Букашкин не был художником, в смысле живописцем. Он был художником-устроителем искусства и, в общем-то, поэтом, прежде всего. Он написал текст и сказал, где что должно быть изображено, а другие люди из команды делали уже сами изображения, потом другие перерисовывали на стены. Вот. Ну и с другими видами, форматами искусства вокруг него ты подобным образом творчество строил. Как человек, как мастер, он большое впечатление на меня произвел, очень большое след во мне оставил о том, как свободно и с достоинством можно делиться своим творчеством вообще. Ты сам автор нескольких книг художника. Что ты посоветуешь, откуда черпать идеи и как сделать книгу целостным художественным произведением, которое было бы интересно смотреть, разглядывать и возвращаться к нему? В контексте Букашкина я скажу, что важно, чтобы вот это разбивание на части слов Игра с буквами, чтобы все это было не случайно, чтобы в этом был и смысл слов и работа с формой. Когда выделение цветом там каких-то букв и в них другие слова. Которые можно отдельно читать. Ну да, и в них какие-то другие слова возникают, что все это должно быть не случайно. Это не декоративно, это все со смыслом. Есть ли шанс у нехудожников, у нас с Женей, сделать что-то стоящее в этом таком необычном направлении, в жанре наивной. Ну что-то все равно получится. В жанре книги художника. Сделать книгу – это моя большая мечта. Ну что же, попробуем воплотить твою мечту. Давай. У нас есть несколько примеров этих книжек. Давай их рассмотрим, проанализируем, чтобы понять, с чем мы вообще имеем дело. Да, чтобы вдохновиться и самим что-то сделать, создать. Ну а это в основном небольшие книжечки у нас из деревянных дощечек, либо из коры дерева. При этом Букашкин, кстати, часто обыгрывает те фактуры, которые есть у самого материала, как здесь, например, впадина такая. Становится лицом. Становится лицом, да, дующим. Вообще, воспользуются все сучки, неровности поверхности для художественного эффекта. И для продания дополнительного смысла. Да, возможно, они как раз и подсказывали какие-то идеи того, что сделать с самоработой. И здесь получается, что каждая часть, и внутренняя, и обложка, они одновременно и подкрепляют друг друга, и работают по отдельности. То есть разбитие слова на другие составные части, на другие слова. Вот, например, в руке др ель, внутри маленькая ель, но вместе с обложкой она становится дрелью, где есть дополнение др. Мне очень нравятся примеры вот таких вот деревянных книжечек, которые есть у нас в собрании. Например, это две деревянные дощечечки, склеенные кусочком кожи, и написано «прочти» и «постучи». И ты когда книжку закрываешь, она случайно, она как бы стучит, потому что она из дерева. Или трехстворчатая книга, я эту книгу открыл, прочитал, закрыл. Вот, и может быть это несложное разбивание на слова, дополнительные смыслы, но сам процесс того, как мы пользуемся книгой, он в этой книге, он прямо диктуется. Открыл, прочитал, закрыл, положил и так далее. Ну, то есть, да, такой выход на какой-то мета-уровень, когда важно не только содержание, но и, в принципе, сам формат, сам медиум. Взаимодействие с книгой. Да, да, да. Сегодня, чтобы нам было чуть попроще, мы решили распечатать, выбрать какие-то стежки Букашкина, пробовать вдохновиться ими, и тоже вряд ли у нас получится так же изящно поиграть со словами, как у самого Букашкина, но что-нибудь попробуем. А что нам понадобится на поверхности? Нам понадобится все, что угодно для основы. Дерево, бумага, картон, переста, кора. Любые два кусочка, которые можно скрепить вместе? Не обязательно два, их может быть даже три-четыре, тогда будет многостворчатая книга. И, собственно, скреплять мы будем тканью? Да, можно использовать кусочки кожи, ткани, ленты, все, что получится использовать и найти. Главное, чтобы они держали крепко. Для этого нам понадобится клей. Да, какой-нибудь крепкий клей, типа клея момента, чтобы он надежно скрепил разные материалы, дерево и ткань, например. И чем мы будем рисовать? Ну, мы решили взять акрил, акриловые краски, но, в принципе, тоже можно использовать и гуашь. Он тоже хорошо ложится на дерево. Да, и, возможно, гелевые ручки, что-нибудь еще. Ну, то есть, в принципе, в материалах то, что хорошо и ярко будет видно на дереве. По сути, можно использовать все, что угодно для основы и все, что угодно для того, чтобы на ней рисовать. Да, по сути, как бы основным является как раз формат и какая-то игра со словами. Ну что ж, попробуем. Ну что ж, попробуем. А почему ты букву «С» не выделила? Ну, это концепция. Аркадий сказал, какие-то буквы нужно специально выделять, чтобы читались новые слова. И у меня слово «пусть» образует новое слово. Путь и еще слово «С», предлог. Потому что жизнь — это путь. А «С» — это вместе с чем-то. Ну да, ты никогда не будешь один, на самом деле. Путь с кем-то? С. Путь с кем. Ну что ж, ты готова показать, что у тебя получилось? Да. А ты? У меня сейчас доклеится. И я, да. И я. И я, да. И я, да мне, пожалуйста. Покажи книжечку, пожалуйста, свою Ты готов это увидеть? Да Тут в... Небо Кашкин Небо.у.кашкин А издательство твое как называется? Без издательства Пусть я буду жить так долго Рыбки очень классные Пока течет, 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 течет река Волга Да Классно и течет, течет И рыбок много И заметите, течет, течет Написано как раз вдоль течения реки Волги И в реке тоже есть рыбка? Да Она в портал попала Она как бы с одной стороны залезает, с другой стороны вылезает Угу, портал два, портал три Классно А это кто у тебя? Это смесь Зыкиной и меня В итоге мы с Волгой Мы с Волгой Класс Что получилось у тебя? Надеюсь, она склеилась Угу Возможно, слишком хорошо Вроде Ладно, аккуратно Держи Шар из точки Из точки круг У тебя... Ты продолжаешь тему предыдущего выпуска Тебя помнишь? Жизнь начиналась из точки И из точки начинался круг Да, это твоя основная линия Это прекрасно Супер Портретное сходство, да? На лицо Просто ни с кем не перепутать Вот Ну что же Как тебе наш сегодняшний эксперимент? Это, наверное, казалось сложнее, чем я думала Опять-таки Я думала Вот просто склеиваю бумажечки Нарисую что-нибудь И все будет легко Нет А что оказалось нелегко? Оказалось, писать кисточкой не так уж и просто Хотелось бы писать красиво, каллиграфическим почерком Чтобы все это было читабельно и смотрелось красиво Но, как ты видишь, это не всегда Ну, достаточно симпатично И такая вот волнообразность и дополнительные рыбки, мне кажется, хорошо спасают Ну вот, приходилось выкручиваться Из того, что шрифт кривой Приходилось придумывать всякие штуки, чтобы это как-то обыграть Ну да, мне тоже сложно было выписывать буковки И я предполагал, что будет сложно из-за того, что это маленький формат И я вообще не представляю, как сам Букашкин или его друзья из картинника Выделывали вот такую мелочь Причем это явно ведь тоже краской Кистью Потому что, конечно, можно это рисовать и ручками Но получится просто другой немного эффект Но красками, это, конечно, кистью такой максимальной виртуозности И сложно было придумать как раз вот какую-нибудь такую, даже беря готовую идею Как-то интересно Слов и образов Да-да-да Вот как у тебя, например, появляющиеся рыбки и плывущие по волнам слова Я попытался это компенсировать тем, что добавил точку, буквально проковыряв ее в деревяшке Но мне кажется, что можно было что-то еще более интересное придумать из той фразы, которая была у меня Поэтому я тоже не до конца доволен, наверное На самом деле получилось здорово Возможно, не хватает отображения того, что это Свердловск Ну, да, но он уже не в лес бы тут Я не настолько могу маленькие штучки рисовать Вообще здорово В целом у тебя впечатления о книге художника? Ну, книга художника — это классный формат Мне кажется, все это знают Или теперь знают Если вы не знаете, то приходите в том числе и на выставки На выставку Евгения Стрелкова, которая проходит сейчас И приходите к нам на занятия, творческие занятия лаборатории нехудожников Подробная информация о которых есть у нас на сайте Вот Их можно задавать вопросы под видео Да, мы всегда отвечаем и рады любым вашим комментариям Вот, на этом будем завершать Всем спасибо Увидимся в музее или в следующих видео До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok